Диалог культур. Международный форум молодых журналистов стартовал 26 ноября в Санкт-Петербурге. Более 400 участников из более чем 30 стран мира. Впервые здесь и Сергеев Посад. Некоторые люди, некоторые журналисты едут сюда второй раз, а многие приехали в Эргентаж первый раз. Мне кажется, очень здорово, что в начале журналистской карьеры есть такая остановка, которая называется Эргентаж. География форума обширна. В одном зале журналисты из Аргентины и Магадана презентуют свои проекты. Я представляю подкастанцию «Ваши уши». Проект не то, что вы мой, то есть нас двое, я и мой коллега Дмитрий Андреев. Важно то, что для Магадана этот проект революционный, можно сказать. Это сохранение истории города, потому что город медленно вымирает, он становится вахтовым, в принципе теряет индивидуальность. И вот мы записываем разговоры с молодыми людьми, которые скоро уедут, с пожилыми людьми, которые скоро уйдут. И таким образом, ну, работаем такими архивариусами, что ли. А вот итальянские коллеги приехали не себя показать, а людей посмотреть. Интересуют работы региональных и местных СМИ в других странах. Заинтересовались и Сергеевым Посадовым. Пришлось на время оказаться по другую сторону микрофона. Всех интересуют какие-то местные новости. Федеральная повестка не так уже рассматривается. Это, наверное, главная разница местного канала с каналом федеральным. В этом году мы тоже собираемся делать какой-то сюжет про региональные СМИ. Что больше волнует региональными зрителями в России, чтобы сравнивать с Италией. Это очень интересно для нас. В прошлом году очень интересно было. Потому что, в конце концов, мы понялись, что проблемы одни тоже, более-менее. Диалог культур – это не только обмен опытом. Форум помогает журналистам из разных стран понять друг друга, считает Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России. Вообще нам, журналистам, очень важно собираться и говорить друг с другом. И не только радоваться нашим радостям и чем-то друг друга награждать, а это тоже, кстати, важно в профессиональном смысле, но еще и думать о тех проблемах, которые у нас есть. А проблем у нас достаточно много. Коллеги за рубежом, они иногда через свои СМИ видят нас в несколько искаженном, наверное, плане. Так вот, коллеги, которые прилетели из 35 стран мира, они смогут увидеть прекрасный Санкт-Петербург. На знакомство с Санкт-Петербургом у участников форума достаточно времени. Можно прогуляться по залам Эрмитажа. А можно выйти на улицу. К неверку. За моей спиной Дворцовый мост. Самый известный мост Санкт-Петербурга. Длина 260 метров. Ширина почти 28. Это единственный мост, который разводится на два пролета. Зимой всей этой красоты не увидишь. А вот летом здесь, на набережной, собираются толпы туристов. На Ябрьской Неве туристов привлекает мало. Зато Дворцовая площадь полна гостей. В лучших традициях северной столицы туристов развлекают Петр и Екатерина. Первый день диалога культур завершен. Впереди еще два. Следите за новостями на ТВР24. С информацией Санкт-Петербурга в Сергеев Посад, Анна Спиридонова и Кирилл Емельянов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова